История половцы, половчане, в арабо-персидских источниках, копчаки, озерб, копчак, башк, ипса, каз, ипша, дат, копчак, лар, перач.балг, копчак, усп, копчок, кум, копчак, лар, в европейских и византийских источниках, куманы, кочевой народ тюркского происхождения 2. В начале 11 века из-за Волжья продвинулись в Причерноморские степи, вытеснив оттуда печенегов и торков. Затем половцы пересекли Днепр и дошли до низови Дуная, таким образом став хозяевами источник не указан 523 дня, Великой степи от Дуная до Иртыша, которая с этого времени в восточных источниках стала называться Дештый копчак или, в русских источниках, полиполовецкая точка копчаки. При образовании Золотой Орды, середина 13 века, половцы ассимилировали монгольских завоевателей и передали им свой язык. Позже копчакский язык лег в основу татарского, крымско-татарского, башкирского, карачаево-балкарского, нагайского, казахского, каракалпакского названия. По традиционной версии этимологии русское название половцы копчаки происходит от dr.rus. Полов, желтый это может объясняться светлым цветом волос народа, но основная масса кемака кепчаков имела европеоидный тип, средиземноморская раса, с примесью монголоидности, по данным антропологов, была темноволосой и кореглазой. Половцы являлись потомками сары кепчаков, то есть желтых кепчаков, таким образом, это славянский перевод данного этнонима. 6. В исторической литературе объяснение слова половец от половой копчаки первым предложил в 1875 году а. кунник. Е. Ч. Скоржинская отвергает эту версию, связывая происхождение названия с географическим местоположением половецкого поля. По ее мнению, корень слова половцы, поль, половина. Жители правобережья Днепра, где находился Киев, так называли кочевников с левобережья. С той стороны, он его полу. С другой стороны, в старочежском языке этот народ называется плавчи, а в старопольском – плавчи, что является неполногласным соответствием именно древнерусского половой, желтой, и не может соответствовать слову поль, где эффекта полногласия не было. Древнее новгородское обозначение люди с другой стороны – Волхова, на которое ссылается Скоржинская, имеет вид они половицы, где, во-первых, есть указание на другую сторону – он поль, а во-вторых, суффикс имеет витыц, что с учетом цока не соответствует в киевском диалекте «ич», как в кривичи и тому подобном, а не мягкий знак «ц», как в половце. Одна из версий заключается в том, что половцами называли просто жителей поля, независимо от их племенной принадлежности, то есть полевцы. Эта версия встречается в русских исторических источниках до начала 19 века. Также существуют другие версии, производящие этникон половца от слова «лов». О них сообщает Е.Ч. Скоржинская. В 16 веке считали, что слово «половцы» произошло либо от ловы – охота, но разумели половцев-охотников лишь в смысле охоты на людей и их имущество, либо от поля – в значении, по-видимому, обитания половца в степи, а не чем пестрис – степники. В 19 веке эту версию поддерживала Щекатов. Название половцев дали им россияне, как некоторые полагают от полей, по которым они кочевали, или от полона, чинимого ими у россиян. Н.П. Лихачев считал существующие версии происхождения названия половцы неубедительными и писал, навсегда ли останется тайной убедительной этимология названия половцы? Не безнадежны ли это? Источники согласно традиционной точке зрения – половцы, кепчаки и куманы – название одного народа. По другим версиям, кепчаки состояли из двух крупных ветвей – половецко-кипчакской, черкассы, и куно-кипчакской, токсобичи. Половцы состояли из западной ветви – половцев-саров и восточной – кунов. По версии в Стегнеевую, а. 19, куманы, куны и половцы, сары, были разными народами. По версии Плетневой с. а. кепчаки, шары, половцы, и куманы, западнее Днепра, были разными народами куманы. Куманами половцы называются в западноевропейских и византийских источниках, в частности, Анна Камнина в связи с битвой при Ливунеоне сообщает, что куманы и печенеги говорили на одном языке. Плетнева с. а. локализует куманы в западнее Днепра по отсутствию там каменных изваяний, встречающихся в низовьях Дона, Донсай вдоль северного побережья Азовского моря, местах качевий сары и кепчаков, половцев. Куны и куны, как и сары, участвовали в цепной миграции качевых племен в 30-е годы XI века, постоянно являясь их восточными соседями. Существует версия и принадлежности донских половцев Токса-Бичей к кунам. В XI-XIII веках имя куны встречается эпизодически в венгерских и русских источниках наряду с куманы в значении кепчаки, половцы и венгерские половцы. Согласно Анну Вайри, у половцев было много различных племен. В XIII веке это Токсоба, Ета, Бурджаглы, Бурлы, Кангуаглы, Кангараглы, Андаглы, Дурот, Карабараглы, Джузан, Карабирикли, Катян. Ибн Хальдун тоже перечисляет 11 племен половцев с небольшими поправками в их написании. Он называет следующее – Токсоба, Сета, Бирджаглы, Эльбурли, Канарлы, Аглы, Дурот, Карабараглы, Джерсон, Карабирикли и Кунун. Русские летописи для XI-XII веков выделяют следующие группы половцев – лукоморских западней Днепра и берчевичей, соответствуют Бирджаглы или Байльбари, Альбурам, восточнее Днепра 1193, Четевичей, начало 1180-х и конец 1190-х. Соответствие Етабе – 19, Етибичам 1185-го года – 30, а также Бурновичей, Токсобичей, Колобичей, Тертробичей. Соответствие Дурут – 19, Торголовцев и Улашевичей – 1185, Емековских восточнее Волги – 1184, соответствие Емекам, подчиненным Кипчакам и известным только после исчезновения из источников имени Кимаков-32. По данным археологии, являющиеся признаком Сары Кипчаков каменные извояния локализуются по среднему и нижнему течению Северского Донца и в Северном Приазовье, тем самым охватывая прежде всего центры кочевья лукоморских половцев – Р. Молочная, и Бурчевичей – Р. Волчья, не затрагивая, в частности, кочевья Токсобичей между Донцом и Доном-6. Это согласуется по отдельности как с версиями, выделяющими куманов западнее этого региона, так и с версиями, выделяющими кунов восточнее его. По предложенному Клишторнам С. Г. Делению на пять территориальных групп регион с каменными извояниями соответствует Днепровской группе, с Крымской подгруппой, на запад от него – Дунайская, с Балканской подгруппой, на восток – Донская, с предкавказской подгруппой, затем Казахстанско-Приуральская, включая Саксинскую, и Алтайско-Сибирская. До одиннадцатого века С. Также, Сюэнта. Термин «кюиши» или «цзюиши», упомянутый в 201 году до н.э., воспринимается как первое упоминание кипчаков той частью исследователей, которая считает их потомками покоренных племенами Хунну в конце первого века до н.э. Динлинов-15, однако, по мнению Клишторного С.Г., данная версия неоправдана фонетически 33. В сборнике летописи Рашида Аддина сохранились генеалогические легенды о происхождении копчаков. По легенде об Агус-Хане, мифический мальчик, которому дали имя Копчак, по Абулгази, в переводе означает «дуплистое дерево», родился во время неудачного похода Агузов против племени Эдбараков. У Рашида Аддина говорится также, что Копчаки были одним из 24 племен Агузов-34. Предки кипчаков – сиры, сары, шары, сюэнта китайских источников – кочевали в IV-VII веках в степях между Монгольским Алтаем и Восточным Тяньшанем. Называются в числе 15 уйгурских племен. В 630 году ими было образовано государство. Конкретно с именем Кипчак и, вероятно, с самым ранним случаем фиксации этого этнонима, мы встречаемся в надписи, выбитой на каменной стеле, обнаруженной Рамстедом в Центральной Монголии и Южней эр. Селенги в 1909 году в литературе этой эпитафии получила название «Селенгинский камень». Текст, выбитый на нем, является частью погребального комплекса Бильги Кагана, одного их основателя восточно-тюркского каганата в монгольских степях. В четвертой строке с северной стороны стела выбито, когда тюрки и копчики властвовали над нами 50 лет. Точка Каганат был затем уничтожен другими племенами и китайцами в середине VII века. Значительная часть знати сиров была уничтожена уйгурами, а остатки племени отошли в верховье Иртыша и степи Восточного Казахстана. Сиры поменяли самоназвание на Кипчак. Злосчастные. После разгрома уйгурами восточно-тюркского каганата, 744, находились в составе кимакского каганата, на территории современного северо-западного Казахстана, гранично-востоке с кимаками, на юге с агузами и на западе с хазарами. К середине IX века достигли гегемонии над кимаками, к середине X века поглотили их. В начале XI века кипчаки вплотную придвинулись к северо-восточным границам Хорезма, вытеснив агузов из низови в Сардарьи и заставив их переселиться в Среднюю Азию и степи Северного Причерноморья. К середине XI века кипчакам подчинялась почти вся обширная территория Казахстана, за исключением Семеречья. Восточная граница их осталась на Иртыши, западные пределы достигли Волги, на юге – района реки Талас, а северной границей служили леса Западной Сибири. Не знаю насколько верны, если у кого-то есть иная информация прошу выкладывайте. Оставьте комментарий и подписаться, подписаться.